Здравствуйте, товарищи, дамы и господа! 12 сентября 2024 года старый конфликт внутри политической эмиграции в российской за рубежом вдруг разгорелся с новой силой. Это произошло, когда в тот день, 12 сентября, руководитель антикоррупционного фонда Алексея Навального Мария Пепчик опубликовала новое расследование фонда о Леониде Невзине. Мария Пепчик опубликовала много выдержек, но далеко не все, из своей беседы с открытым агентом ФСБ, не скрывающимся, Андреем Матусом. Андрей Матус в июле 2024 года позвонил Леониду Волкову с предложением продать фонду за большие деньги материалы, а именно переговоры Леонида Невзина с различными людьми, с ним самим, из которых следует, что избиение Леонида Волкова 12 марта этого года организовал Анатолий Длинов, и что плены фонда борьбы с коррупцией ФБК, в особенности Мария Пепчик, должны остерегаться Леонида Невзина. Я думаю, что нам, как гражданам Литвы, прежде всего, интересно литовская составляющая в этом деле. Ведь все-таки, как поджог бог Санавального, как я его называю, на площади Саниладибис, так и избиение Волкова весной этого года произошло в Вильнюсе. Мария решила сама позвонить тому анониму, который до того в июле звонил Волкову, и он впоследствии представился как Андрей Матус. Матус рассказал про многое, в частности, «Как он заказывал нападение просто на нашу саму инсталляцию ШИЗО в Вильнюсе. Ее облили какими-то нечистотами и пробовали поджечь». Это произошло 7 июля 2023 года. В описании этого своего видео я даю ссылку на свое собственное видео от июля 2023 года на трех языках под названием «Медленный поиск». В нем я показываю, как меня, вышедшего из моей квартиры и идущего вот в это место, что на кадре, на площади Савивальдибис или самоуправления в Вильнюсе, как меня всюду встречают и ожидают агенты литовских секретных служб. Я показываю незаконное тотальное наблюдение. Так можно ли допустить при такой системе тотального слежения, что эта попытка поджога произошла без ведома литовских секретных служб. В конце того видео я высказываю предположение, что исполнители поджога могли быть украинские или литовские националисты, связанные с литовскими секретными службами. Поэтому, может быть, их не нашли даже и до сих пор. Относительно же избиения Леонида Волкова, 12 марта 2024 года Матус, еще как аноним, звоня в первый раз, рассказал Волкову следующее. Вас должны были забить молотками более сильно для инвалидного кресла и гораздо раньше, чем это произошло. Это долго не происходило, исполнители буксовали и могли добраться. Кстати, сидят постоянно за вами и за певчих. Вы увидите фотоотчеты, все ваши дома, машины, встречи, как бы в ресторанах сидите. Ему онлайн скидывали постоянно фотоотчеты. А, смотри, я бы вам рекомендовал не просто побеседовать, решили поменять имя, что ли, что ли, что ли, что ли. Но у нас есть фотографии, смотри, ее дома. Это не очень приятно. Да, это не очень приятно. У него была идея фиксировать. Снять каждого из вас спящего. Что? Посещение и вывоз в Россию? Инвалидное кресло? Установка видеокамер в спальне? Но каким образом какой-то посторонний агент мог бы ни от кого незаметно установить, допустим, видеокамеру перед домом и тем более в квартире? Это могут скрытно сделать только местные секретные службы. Например, войдя в квартиру в отсутствие хозяев. В мою квартиру они входят. Смотри, девчонки надо немного поправить. Андрей Мантус говорит о фотографиях. Скрытно фотографировать может и какой-то прохожий, и кто-то из гостей Марии Пепчев, если она принимала гостей в своей квартире. Она должна вспомнить, кто посещал ее квартиру хоть один раз. Мария Пепчев утверждает, что фотография, которую показывает Мантус, якобы ее дома, и фотография ее самой, стоящей у машины, они не имеют к ней никакого отношения, потому что дом не ее, и машины она не имеет. Она делает вывод, что тот, который фотографировал, вводил невзленно в заблуждение. Действительно трудно угадать, в чем тут дело, однако, как мы видим дом Леонида Волкова, они разведали и знали очень хорошо. Позже оказалось, что литовская полиция, проанализировав видеозаписи с видеокамер, установила, кто были эти люди, это были поляки, которые вернулись обратно в Польшу. Литовская полиция уведомила об этом польскую полицию, и те поляки, известные польской полиции, были задержаны. Следовательно, когда те поляки въезжали в Литву, литовская полиция действительно могла их не знать. Однако, можно ли допустить, что литовская полиция и контрразведка не наблюдала за тем же Леонидом Волковым, Марией Пепчет и всеми другими членами ФБК, да и другими политами грантами? Известный российский оппозиционный ученый, профессор Дмитрий Орешкин, был вынужден эмигрировать в Латвию. Однажды он сказал, что он периодически замечает невдалеке от себя людей, явно следящих за ним. Он добавил, как бы с досадой, но я понимаю, что это необходимо. Без сомнения, он имел в виду не русских шпионов, а агентов латвийских секретных служб. Почему в Литве должно быть иначе? В своих видео, помещаясь мною на этом канале, проиллюстрировать, под каким-то тайным наблюдением находятся практически все жители небольшой Литвы, в том числе и я сам. Вот в данный момент, благодаря сквозь стены, сканирующему ратору, они наблюдают за мной, записывают все то, что я говорю. Все это делается абсолютно незаконно. Поэтому, возможно ли, что литовская контрразведка и полиция не знали того, что Андрей Матус рассказывал Волкову в июле 2024 года? Возникает вопрос, каким образом вообще этот не скрывающийся аргент ФСД, Андрей Матус, попал в среду российских политических ингрантов? Еще раз, это сверхмутный тип, в работу которого давать взятки и коррумпировать чиновников. И тем удивительно, что этот Матус вдруг рассказывает мне, что уже три года, как он работает, на Ходорковского. Господи, Боже мой, вскрикните вы! Да как так можно-то, как в оппозиционную либеральную организацию Ходорковского, которая провозглашает ценности демократии, законы, справедливости? Как туда мог затесаться такой персонаж? Какие, блин, услуги могут понадобиться Ходорковскому от этого Матуса? Ну, Матус нам все очень подробно рассказал. Я на протяжении трех лет выполнял разные поручения и был таким помощником, а то подоверенным, господина Невзина, господина Ходорковского. Это началось с 19-го года. И когда вот эта произошла история с молотками, мне было сказано то, что прошла утечка, в принципе, телефоны, люди начали шантажировать. Надо решить вопрос. Я с ними вопрос решил, телефоны они все забрал, они все находятся у меня. А потом господин Невзин решил закрывать и меня. Если коротко, то работал это следующим образом. Со слов Матуса. У Ходорковского есть глава его службы безопасности, Никей Литовец, которого зовут Крис. Он же возглавляет расследовательской СМИ Ходорковского. Досье. Центр-досье собирает и публикует информацию о коррупции и о военных преступлениях высших путинских чиновников и олигархов. Центр-досье покрывает очень широкий спектр событий. Явно там работает немалый штат сотрудников, которые, судя по всему, имеют доступ и к определенной разведывательной информации. У Невзина есть такой же доверенный безопасник, Роман Желязко, какой-то бывший израильский силовик. И вот как-то эта комбинация работает. Что-то Матус делает для Ходорковского и Криса, приносит материалы для расследования Центра-досье, по его словам. Что-то делает с Романом и Невзином. Сначала какие-то безобильные вещи, ну, типа, узнать, что происходит в тюрьме с утвержденным на пожизненное, Алексеем Пичугином, этой коллегой по Юпусу. Потом какие-то менее безобидные, например, вытащить из российской тюрьмы родственника Невзина. Или наоборот, посадить кого-то, кто, например, давал против Невзина показания. Это, повторю еще раз, кто подописывает свою работу Матус. Мы все, что было можно, конечно, перепроверили. Крис? Это Крис, Чеон из Кучинска. Среди, да, он работает у Ходорковского. Роман «Железка» действительно существует. Они снизленно подписаны друг на друга в соцсетях. И так далее. Михаил Ходорковский в интервью Александру Плющеву опровергает, будто Матус был его помощником. Леонид Волков и Мария Бевчик несколько раз подводили во всяком случае к тому, что слова Матуса о том, что он три года был моим помощником, это правда. Но вот это неправда. Я с Матусом не ведется, не переписывался, не общался. И центр досье ему зарплаты не платил. Каждый раз, когда Ходорковский упоминает центр досье, он имеет в виду Криса. Матус достаточно обеспеченный человек. Он пару раз брал у центра досье деньги, когда центр досье у него просил какие-то конкретные вещи, конкретные материалы. Он, так сказать, говорил, что надо заплатить. Но это были вообще очень мелкие деньги. Он для центра досье являлся источником информации. Сначала неплохим, потому что он был в конфликте с ФСБ и нам, так сказать, очень граждал рассказать всем, какой он влиятельный и несчастный. Ну, то есть он говорил, что конфликте с ФСБ, он и был в какой-то момент, у него, вероятно, вознил, и он был вынужден уехать, там, по-моему, в Турцию. Именно в этот момент он вышел на контакт с центром досье. Ну, потому что, как вы знаете, он мошковал в этой судебной системе, а судебную систему у нас крышует ФСБ. Ну, по-моему, там из них где-то конфликте. Это было и другого рода предложение Маттусу, говорит юрист ФБК Иван Жданов. В какой-то момент Крис попросил Маттуса помогать не только ему, не только Ходорковскому, но и помогать Незвину в некоторых вопросах. Следует понимать так, что Крис направил Маттуса к некоему Диме. Имеется в виду уже упоминавшийся адвокат Анатолий Блинов. И дальше то, о чем уже говорилось. Невзлин остался недоволен, что Волкова не добили до транспортабельного состояния. Он не заплатил 250 тысяч долларов или евро. Исполнители стали опасны, потому что у них телефоны. Телефоны надо было отобрать. И начальник службы безопасности Ходорковского Кристиона Скучинскас направил Маттуса к Диме. А Дима уже, судя по всему, дал конкретное задание отобрать телефон. И еще журналист-расследователь Роман Доброхотов. Если говорить, что МБХ подтвердил, что это адрес ФБК, то, наверное, если спросили, если не спросил, а точно адрес ФБК, он мог, зная, видимо, каким-то образом от адреса... А каким образом Ходорковский мог знать этот нигде неупоминаемый адрес, если не от офицера Литовского департамента госбезопасности, начальника собственной службы безопасности, Кристионаса Кучинскаса? Но в целом мы видим две вещи. Сотрудничество Кристиона с Акучинскаса не только с Ходорковским и Невзлиным с одной стороны, но одновременно при случае и с агентом ФСБ с другой. Я думаю, что дружба между Михаилом Ходорковским, включая Невзлина, с одной стороны и литовскими секретными службами началась в 2002 году. До 2002 года нефтяной концерн литовский Можейкил-Нафта управлялся совместно американским нефтяным концерном «Вильямс» и литовским правительством. Концерн «Вильямс» имел большинство контрольных пакет акций Можейкил-Нафты. В 2002 году литовское правительство разрешило концерну «Вильямс» продать свои акции российскому нефтяному гиганту концерну «Юхос», который организовал и которым руководил Михаил Ходорковский. Вот с этого момента, по моему мнению, началась дружба, а точнее сотрудничество Михаила Ходорковского с литовскими секретными службами. В следующем 2003 году Михаила Ходорковского российское правительство посадило в тюрьму и все дела Ходорковского, включая Можейкил-Нафта, перенял его лучший друг Леонид Невзин. Это продолжалось до 2006 года. В 2006 году российское правительство довело «Юхос» до банкротства. Акции «Юхоса» в Можейкил-Нафте перенял самым нынешний основной собственник Можейкил-Нафты польский концерн «Орлен». В 2002 году Крисий Леонис Кучинска, видимо, был еще только молодой начинающий оперативник и каких-то таких особо сложных дел вряд ли ему могли поручить. Однако в последние годы он на работе у Ходорковского несомненно является связующим звеном между Михаилом Ходорковским и литовскими секретными службами. Сотрудничество же между Крисий Леонисом Кучинска и Андреем Матусом вряд ли должно особо удивлять. Потому что литовские секретные службы сотрудничали с российскими секретными службами. В частности в 2006 году российские секретные службы ФСБ задержали в Москве литовского миллионера русского происхождения Виктора Успаски по запросу из Литвы. Правда заезжали недолго, но факт сотрудничества имеется. Кроме того происходил обмен скрывающимися уголовниками на территории обеих стран. Хорошо сотрудничали литовские секретные службы с белорусским КГБ, которое является филиалом ФСБ, когда в городе Гродно в Белорусском при странных обстоятельствах погиб литовский сотрудник секретных служб и дипломат Витодос Потюнас. Сразу белорусское КГБ заявило, что это был несчастный случай. Скорее всего, оно так и было на самом деле. И до сих пор такова агрессиальная версия и литовских секретных служб. Наконец, я сам в конце 2007 года подумал, что надо мне как-то попробовать уйти от этого незаконного преследования меня со стороны литовских секретных служб и, может быть, попробовать эмигрировать в Россию. Я направился в консулат Российской Федерации тут, в Вильнюсе, но оказалось, что департамент госбезопасности Литвы уже сообщил о моем будущем прибытии консулат Российской Федерации и в приемной меня уже ждал, видимо, сотрудник ФСБ российский, сохраняя молчание. И неудивительно, что потом, января 2008 года, меня по всей Москве ожидали агенты российских секретных служб, абсолютно точно так же, как это делают литовские секретные службы здесь, в Вильнюсе и в странах НАТО, где я с короткими визитами тоже побывал. То есть, услуга за услугу. Вот таковы принципы формального или неофициального общения и сотрудничества секретных служб. Поэтому, не должно удивлять, что крестьянин Стучинскас познаходился с Андреем Макусом и вот они сотрудничали, предполагая, что как бы эксплуатируют друг друга. А какова реакция Леонида Невзбина на всю эту ситуацию? 5 августа Леонид Невзбин подал документ, жалобу или прошение если я правильно понимаю, в бюро литовской криминальной полиции, начальником которой является Арунас Маскулюнас. А теперь, 16 сентября, после выхода исследования Марии Пепчин 12 сентября Леонид Невзбин обратился к генеральному прокурору, которым является Нида Грунскене. Леонид Невзбин утверждает, что все эти события не имеют к нему никакого отношения, все его переговоры сфабрикованы и его голос сфабрикован российскими секретными службами и что он оклеветан Андреем Макусом и Анатолием Блиновым. Исследование Марии Пепчин опубликовано 12 сентября, а 13 сентября на следующий день больше был задержан Анатолий Блинов. И вот теперь от показаний Блинова будет зависеть то, какую позицию готовятся занять вот эти люди. Руководитель Департамента государственной безопасности Литвы Дарис Яунишкис, генеральный прокурор Нида Грунскене, министр внутренних дел Агне Белотайте, генеральный комиссар полиции Ренатас Пожила, в ноябре он уходит в отставку, начальник бюро литовской криминальной полиции Арунас Москолюнас. Ренатас Ренатас Боно Кров expos to И vont £n Ренатас всего som Сохраните свой бэкграунд с бэкграундом тех других. Надо найти в себе силы отказаться от тактики политического сектанства. В отсутствие Алексея она потеряла теперь уже всякий смысл. Находите общий язык с пожилыми людьми в эмиграции, которые имеют конкретный опыт государственной работы и профессионального понимания работы секретных служб. Благодарю за внимание. Продолжение следует...